21 ноября утро редкий случай чинят обувь брат владимир александрович пашенко игнатий тихонович до лапкин и одновременно смотрит переписку чем это расскажете на тихоныч чего что-то расскажете вот смотрю тут и одновременно что-то потребовалась дырка в валенках лишь какие у меня валенки то зашиты ну и как зашивать то очень просто вот это у меня свечка восковая я тут поставлю бумагу чтобы она не падала в бумагу у нас вот постояла прямо потом я зажигаю и она горит хорошо заранее от старого валенка отрезаю заплатку вот она заплатка какая вот она видно ее а потом беру так капроновая разная где-то есть или вот бывает такая такая что мешки разные заворачивает вот она лежит вот она какая веревочка вот она вот она ну несколько сворачиваешь ее и она тоже плавится пропилен этот вот я теперь это на огонь она очень горячая вот она теперь чтобы не сдвигался горит теперь надо скорее сюда вот заплата теперь я под заплату и скорее нажимаю она пропитывает то и другое задерживает это когда буду шить чтобы не сдвигалась заплата этого недостаточно одной побольше наплавит раз и все это ни копейки не стоит почему экономно живем я вот не покупал обувь но последние 40 лет не покупал примерно ничего не покупал где-нибудь чего-нибудь найдешь кто-то счета да сброшенное отремонтировал и ходишь есть хорошая пословица мне нравится старых людей ух ты припекло как вроде потушил это я отвлекся так обычно то не бывает у меня старое не носить нового не видать вот и все я слышал такое молодые узнали что они живут вместе 60 лет и спрашивает как вы могли брак сохранить до 60 лет и но не сделалось противно это друг другу то друг друга не убили то хотя бы знаете как молодым игр жили в такое время когда старые вещи не выбрасывали очинили он идет по улице кричит там примусы самовары чиню и люди выходили чинили а сейчас как сразу раз выбросили и чтобы одежу выбрасывать тут я выхожу здесь у нас стоит мусорный ящик вот лишь сколько тут оторвалось маленько ну тебя причинять не буду туда и зашить я это комнатные у меня валенки там выброшено столько хорошего диваны разные выбрасывает там дерево сколько какие-то сумочки обувь постель пальто там что-то шумная но столько всего выбрасывается конца края нету народ не ценит это ну что достаток полный это когда-то как назвать секонд-хенд это покупали подержанные вещи то продавали на вес килограммами интересно как килограммами одежу кто-то раньше слышал побежденная германия принимала участие победителей чтобы с голоду не померли пришло время какое почему без бога без бога и везде горды башери все ко всем лезли вот она это яд вот так фу сейчас я пришпандорю на полу холодно может быть у меня от простуды говорят врачи они подозрения падает на простуду сейчас буду подчинять покажу как подчиняю ну и что у нас отец подчинял одной рукой мы стоим рядом он скажет тащи шила там это бы так вытаскивать крючка не было шила и он эту дырочку которая отсюда проколит сам оттуда надо теперь шула то шил это тащить а у него одна рука но мы ребятишки тут и помогаем он нам валенки теперь ты как понимаешь как отцу было трудно а мы никогда не слышали чтобы он сказал трудно или где-то просить отец считал это для себя неприемлемым а наоборот даже десять ребятишек было так-то 12 было двое умерли старался всегда помочь то бабушки были беспризорная он когда начинал пасти то давал обед ну перед богом если я кончу пасти благополучно скотина не потеряется там обещать то пол барана бабушкам беспризорная две жили там вместе две бабки не как-то я не знаю я слишком маленький был не помню но мы им носили они жили так домик сделали им из пластов земли видимо по штукатурили это хорошие дома были земляные а вот здесь вот барнауле это китай город был тут около моста тут целая был год пригород в земле копали норы и в моно рах этих людей рабочие заводов и и поэтому сегодня смеются хрущевки дискотете какие-то а это было да знаете какой праздник был вот надо я ножик то убрал ножницы еще сейчас подтоплю беру все попробую пережечь и совсем почти не горит они делают вот смотрел теперь у меня валенок один будет а на какую ногу надевать я пришел ушки вот ушко с этой стороны это значит на эту ногу вот я сейчас начинаю пришивать свечка аромат чисто восковые у нас не бывает это который вот церкви продаются они там стеари на в этом ну пакость всякая это и за рубежом я был там у одного микринов кажется у него он меня провел свечной завод у него маленький был парафей на огромные круги добавляют тут и продают вот он крючок сделано как вот крючок его видно или не видно и вот в него с той стороны нитку закладываешь и тащишь вот а теперь вот это нитка вот он прошла двойная а вот это рядом другая в нее в петлю в эту тянешь теперь она в петлю затягивает ее все это капроновая нитка про на кордовая кордовая корд это шины когда у машин там внутри вот это корд а тут кордовый завод был со свалки мы брали там выкидывали маленькой какой-то брак этим питались много лет то есть пользовались с какой стороны крючок тут мне не видно а вот я на это нарисовал красная все опять вытянул лежит ну когда разработаешься то намного быстрее тогда идет опять туда я пришпандорил уже она у меня вроде бы счетом пришел кто-то телефон телефон вот теперь опять тянешь с двух сторон вот он какой шов получается вот он идет шов она приклеена на этом на корде поролоне это игры дайте сюда то или как ну-ка сейчас посмотрим мы книги заберем час часу кого не видать его там нигде вот он заезжает вот он едет вот сейчас так и он взлетим и сюда или не зайти конечно зайти я тебе просит зайти мы сейчас выходим а ты зайдешь его суда быстро заводи иди открыто все вот он выходит по своей покажи как выходит это мы не выходя из дома тут наблюдаем игоря добунова он жену привозит она работает в историческом музее а у нас она секретарь общины закрытый привез человек владеет книги так куда ему нести туда в храм возьмись ключ ключ возьми занеси туда да можете в притвор за занести только и всего а потом не значит у меня на культа там боже занеси я заказал там новый завет принести там у него были нет он там на курсе по всему городу раздал и вот интересно вчера мне один человек звонит звонит с кулунды город кулунда на алтайском крае мне нужен игнатий тихонович ну еще вы хотели с ним вот это вы будете не говорить еще надо то но это вот это я думал как книги ваши приобрести какие книги но тут передо мной книга я читаю мне очень понравилось я хочу себе иметь думаю вот тебе на кулунде мои книги а что за книги ну это вот крючок не туда попал вот теперь надо вытащить его открытым оком я говоря какой том он не может понять что его на корешке то написано там кое-как его утолок да вижу я какого цвета коричневый ну правильно 30 том я и говорю не случайно а как он не понял что 30 это порядковый счет и у меня все тома все до одного разного цвета 30 цветов два кажется только повторяются там далеко друг от друга они отстоят и не было я говорю а где вы взяли ну отдал тут куда-то священник дал тут написано отцу павлу а я догадал дата павел ярмоленко из камня на обе ну и что какие-то у вас еще книги есть вот к истину православия вам вполне достаточно еще дальше ну вот я хотел ну ладно хотел значит будет расскажите что вам там понравилось или почему вы хотели это говорит а я свое думаю на уме тридцатый том попал и недавно один пишет из тюрьмы из лагеря вернее заключенной у меня ваша книга как остальные доставки никита вон он он выскочил смотри вот понаблюдай внимательно снимай я могу крупным планом не надо делать да не надо да не не надо я думаю так видать да вот сейчас они придут и мы им дальше я все расскажу это еще делать какое чудо вот представь сидишь комнате и все видать а это за шторкой мы еще шторки не открыли покажи что кто-то дигарь выходит несут вот он не знает куда тащить он куда счет почему там прямо пошел то надо туда заворачивать было но если только вам не туда занесет то виновата кто пошел его встречать никита за пишет из лагеря у меня ваша книга тридцатый том понимаешь нет люди которые слушают они горят ну еще особенного 30 том да как будто бы ничего особенного нету а для меня особенно у меня потерялись книги а эти книги игорь заходит он сейчас его с ними там приходит все поворачивать может голову эти книги были у меня в складе мир с миром примером пройдет сюда если можешь нет 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 ну ладно ладно и они потерялись потерялась примерно по 180 или 200 экземпляров он торопится на улице давайте быстрее давай 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 я вчера и так чуть не влетел опять понятно опять машина загорелась хорошо замучил на силу разобрались почему замкнула задние обогрев стекла и прям в платье замкнула там плата и вот так вот все этих проводов оказывается там в проводах и горела а там я оттуда капала сюда и мы подумали с них даже начата не ваш обогрев стекла был всегда на всех машинах обогрев стекла там вот так вот на них вот такая вот красная как полосочка это и есть провод который обогревать стекло прям внутри строены я знаю там нас андреев ездит машине у него никого нет у всех обогрев стекла вот сейчас выйдите к этому к этой машине и там обогрев может быть у него бобик она не ну там какой бобик то с чего бы там было со звуком 569 понятно это уже старыми категориями значит вот какое вы я попросил и хотел что ты поехал с ними это который день женщина была с ребятишками у нас дополнял я уже все такое же напишет помогите мне у нее нету угля и не за что платить свет иначе обрезают хоть куда выходи надо проверить проверить что проверить за снять все счетчики она деньгами распоряжается сажала как хочу конечно чудо да значит деньги ей не нужны нужно узнать какое отопление посмотреть сколько на счетчики где справки посмотреть это говорится нам-то нужно быть внимательными сколько привести посмотреть на это обогрев и он надо привести будет как у куда денешься 6 ребятишек не на улице же сколько она получает чтобы она показала почему она так довела себя среди зимы угля нету все расспросить у нее помогали и помогали очень сильно помогали люди другие я знаю только нас один писал осенью собрала 80 тысяч это можно было на 80 тысяч до уже надо было сразу угля купить тут же 80 то у меня 6 тысяч отчего на это могу я за год если не пить не есть и 80 не соберу никогда ну и вон хорошо у нас тут чтобы побеседовали узнали если абсолютно никак нельзя вы запасной выход такой она спускает воду там из батарей ребятишек забирайте к надежде васильевне то есть но это уже крышка дальше некуда и тогда сидеть спокойно не дергать скажи до весны пока у вас не будет достаточной температуры а уголь завести надо обязательно ну чё мы тогда втроем садимся до поехал пока не поздно давайте она там же я понимаю ты видишь вон твоя машина стоит снимок только и так понял какой снимок это она сейчас стоит а чё дыма не видно как машины пара не видно слабо видели как никита ну так все и на этом все давайте поговорить и все запишите я думаю это хорошо